Улицы Ужгорода сегодня буквально заполонили девушки в свадебных платьях. Там отмечали День невест. Участницы устроили парад и настоящие соревнования. За что боролись? Всё видела Марина Коваль. Это не массовый побег со свадьбы, так начинается День невест в Ужгороде. Девушки в белых платьях мчатся по центральной улице. Расстояние 500 метров за минуту и 39 секунд первой преодолела Анастасия. Екатерина бежала в платье, в котором выходила замуж. Несмотря на его длину, не запуталась и успешно финишировала третий. В семье нужно быть спортивным, сильным и вытрывалым. Пока одни невесты удивляют спортивными рекордами, другие покоряют свадебными платьями. Дизайнер Лариса Богдан предлагает экспериментировать с яркими цветами. В моем видении она должна быть самая такая, как мы. Яскраво и незабудно. Мы такие сказочные вообще. У необычных невест и букеты нестандартные. Вместо цветов – овощи-символы. Чеснок – как оберег от нечистой силы. Перчик – для остроты чувств. Тенденция такая в свете есть. Это тоже очень интересно и популярно. Но очень хорошо дополняет образ неречения. Поэтому мне кажется, что за этим, возможно, тоже определенное будущее. Парни, наблюдавшие за парадом, говорят, такое количество невест в городе не пугает. Напротив, вдохновляет. Очень приятно видеть симпатичных девчонок в платьях, где-то ёкает что-то, да? Как бы, может, уже пора делать предложение. Организаторы рассказывают, цель парада – пропаганда семейных ценностей. Воселье – это, первое за все, начало семейного жизни и ставилось до него более серьезно. А если вам хочется просто визуальной красоты, вдеться в платье, пройтись, пожалуйста, для этого есть парад наречений. Невесты гуляли по городу целый день. А для тех, кто заинтересовался свадебной темой, в центре Ужгорода устроили еще и мастер-классы по свадебному макияжу и украшению свадебных кортежей. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород.